Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. И будем продолжать говорить о мечте. Вам нравится вообще слово «мечта»? Мечта, она действительно имеет что-то особенное, удивительное, вдохновляющее, преображающее. И особенно мечта от Бога. Мы говорили на прошлом служении, что есть три источника мечты. Это мечта от Бога, это наша человеческая мечта. И эта мечта может быть от дьявола. Знаете, потому что мечта, она обладает силой. Она обладает силой, она обладает влиянием, она обладает энергией. И поэтому мы говорили, что у дьявола тоже появилась мечта, но это была плохая мечта – стать выше Бога, больше Бога. И вы знаете, что мечты, которые от Бога, они не состоятся. Поэтому лучше нам найти мечту от Бога. Аминь. И ухватиться за эту мечту. И мы говорили, так же, конечно, есть и наши человеческие мечтания. Но мы, как народ Божий, мы говорим всегда о Божьей мечте, потому что Божья мечта привела нас сюда. Ведь когда-то Бог мечтал, и Он создал этот мир, Он создал человека. И мы знаем, что враг хотел помешать этой мечте, да, прийти и все испортить. Но Бог сказал, что я приду, я разрушу дела дьявола, и вы снова будете моими. Потому что Бог сказал, я создал вас не для дьявола, не для врага. Я создал вас для себя, вы мой народ, вы мои люди, вы мои дети, вы моя церковь, да. И мы знаем, что когда Иисус Христос был на кресте, Он сказал, совершилось. Что же совершилось? Совершилась Божья мечта, она исполнилась. И поэтому, когда мы верим в Божью мечту, держимся за Божьей мечтой, идем с Божьей мечтой, Бог нам помогает. И эта мечта, она обязательно исполнится. И хочу начать с того, что прочитаю высказывание американского поэта Гарри Кэмпа. Он сказал, что бедный человек не тот, который не имеет денег, но тот, который не имеет мечты. Можешь сказать аминь на это? Да, действительно, мечта от Бога, она меняет нас. И Бог делает нас богатыми на всякое доброе дело. У Него много планов, у Него много мечтаний для нас, да. И когда мы пребываем с Богом, то мы соединяемся с Ним, и мы получаем от Него, что есть у Него. Если говорить современным языком, да, мы, когда подключаемся к Wi-Fi, мы можем получить все ресурсы интернета, да. Но когда мы не подключены к этому Wi-Fi, у нас может быть телефон, у нас может быть компьютер, но мы ничего не можем получить. И поэтому, придя к Богу, мы соединились с Ним. И прямо от Него, с Его сердца попадает в наше сердце, да, Его мечты, Его планы, Его желания. И поэтому мы говорили о том, что мечты, да, мечта – это сильное желание. Сильное желание, которое мы видим, чтобы оно осуществилось. Вы знаете, это очень созвучно тому, что говорит Библия о вере, да. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Поэтому мы говорим «мечта и видение», да, мечта – это желание. Но видение позволяет нам увидеть, как же это все произойдет, как это все исполнится. Мы вспоминали нашего отца Веры Авраама, да, которого Бог учил мечтать и учил видеть. И хотя Бог ему дал мечту иметь сына, вы знаете, что 25 лет никак у него не получалось получить этого сына. И Бог говорил, что ты должен научиться мечтать, ты должен научиться верить, ты должен научиться видеть, да. И Бог говорил ему «приходи, считай звезды, считай песок». Потому что когда он считал, он должен был увидеть своих детей, он должен был их представить, какие у него будут дети и сколько у него будет детей. И Бог сказал «вот сколько насчитаешь, столько у тебя и будет». И я так рад, что Авраам послушался Бога, да, что он научился мечтать, он научился верить. Потому что написано, когда он смотрел на небеса, когда он считал эти звезды, написано «и поверил Авраам Богу». И знаете, мы результат его мечты, потому что Бог исполнил эту мечту и сказал «да, посмотри, сколько у тебя будет наследников, сколько детей, как песок на берегу моря и как звезд на небесах». Да, действительно, теперь детей у Авраама, я думаю, достаточно есть в каждой стране, в каждом уголке мира есть верующие в Иисуса Христа. Слава Богу! И поэтому, действительно, когда ты соединяешься с Божьей мечтой, да, в тебе рождаются Божьи желания. Мы говорили, что Бог хочет, чтобы в нас были и Его желания, и Его хотения. Аминь. И написано даже, что в нас должны быть Его чувствования, должны быть Его мечты, должны быть Его желания. Иначе, как же мы будем исполнять их? Как же мы будем угождать Богу? Как же мы будем исполнять волю Божию? По сути дела, воля Божия – это Его мечта. И Писание нам говорит, познавайте волю Божию, да, познавайте Его желания. И мечты, да, они нам дают силу. Потому что, когда у тебя есть мечта, она движет тебя, она вдохновляет тебя, она поднимает тебя. Ты не будешь сидеть на диване просто так, ты не будешь спать, ты не будешь просто жить какой-то, знаешь, прозябающей жизнью, но мечта, она дает тебе способность подниматься над проблемами, над обстоятельствами, и мы говорили, что мечта, она развивает творчество, потому что соединяясь с Творцом, это творчество высвобождается в тебе. Ведь это удивительно, что способность творить Бог дал человеку, и Он сказал, сотворим человека по образу и подобию своему, ведь ангелы, они ничего не творят, они суть служебной духи, то есть они исполняют поручения, которые им дает Бог, которые даем им мы, но мы, подобно Богу, можем творить, можем что-то делать, что-то создавать, и поэтому все начинается с невидимого, все начинается с мечты, начинается с веры. И поэтому вера или мечта, она высвобождает творчество, и ведь это удивительно, да, когда вот ничего не было, и вдруг что-то появилось. Откуда оно все появилось? Оно появилось из-за идеи какой-то, да из-за мечты какой-то, потому что когда это входит в твое сердце, Бог дает тебе желание, чтобы это исполнилось, осуществилось, да, поэтому вера осуществляет ожидаемое, или то, о чем ты мечтаешь, да, и из невидимого получается видимое. И поэтому, когда ты в мечте Божьей, ты в движении Божьем, и мечты помогают преодолевать тебе трудности. Мы вспоминали Иосифа, да, Бог дал ему великую мечту, и в эту мечту не просто не поверили, а братья захотели даже убить его, да, и они его сначала хотели убить, потом они его продали, и мы знаем, сколько у него было трудностей, обстоятельств, вот этих предательств, но мечта от Бога, она давала ему крылья, она давала ему силы, она давала ему снова хотеть жить и не останавливаться. И мы знаем, что он прошел все эти преграды, все эти трудности, и мечта Божья исполнилась. Он стал тем человеком, который принял Божью мечту, поверил в Божью мечту и исполнил Божью мечту. И эта мечта благословила всех его братьев, да, которые первоначально хотели совершенно ему сделать что-то плохое и обратное. Поэтому мечты от Бога, они не только благословляют нас, благословляют и других людей. Вот в этом, конечно, отличаются наши мечты, которые иногда не просто для нас, и мечты от Бога, да, которые несут благословение и нам, и несут благословение другим людям. И сегодня я хотел поговорить о нескольких людях, да, о людях мечты, и я начну говорить с такой женщиной, ее звали Мэри Кэй. И я думаю, что это имя вам известно. Кому известно это имя Мэри Кэй? Известно, да. Чем оно известно? Оно нам известно, наверное, прежде всего тем, что это косметика, да, косметика, которой пользуются многие женщины. Вот, и это косметика хорошего качества обычно, да. И почему я о ней хочу поговорить? Потому что, ну, она была христианка, и она была человеком мечты. То есть в ее жизни, в ее жизни было много трудностей. И я еще остановлюсь на этом, на трудностях, потому что интересно, что великие люди обычно, они всегда проходили трудности в своей жизни. У них обычно было общее какое-то трудное детство, у них было много преград, у них было много препятствий. Но у всех у них была мечта. И эта мечта, она позволяла им пройти все вот эти испытания в своей жизни. И не просто пройти, а стать победителями над всеми этими трудностями и проблемами. И поэтому Мэри Кэй, она не исключение. Она не исключение. И вот, например, на 2018 год, когда было 55 лет этой компании, значит, она входила, занимала пятую строчку в рейтинге компании, называлась Global 100. То есть 100 ведущих компаний, и она занимала в этом рейтинге пятую строчку ее компании. То есть это очень высокий уровень. Я уж там не говорю, что ее доходы были в 2017 году, 3,5 миллиарда долларов доходы этой компании. Но начинала она, как и все начинали, почти с ничего, с очень маленького. И она имеет, так сказать, такой титул, не официальный титул, но титул такой есть, как королева косметики. У ней была и есть, наверное, сейчас благотворительная программа, которая называлась «Твори добро». И ее таким главным, наверное, центральным лозунгом, ее видением, миссией, можно сказать, целью жизни было такое, что «Бог, семья и карьера». Бог, семья, карьера. То есть она всегда говорила и учила своих работников, чтобы они ставили Бога на первое место. Она сказала, что Бог наш главный партнер. То есть без Бога у нас ничего не получится, без Бога мы ничего не сможем сделать. И поэтому Бог для нее был действительно на первом месте. И благодаря ее вере в Бога, Бог ее поднял на тот большой уровень. И она состоялась и стала тем человеком, которым знают, я думаю, наверное, почти во всех странах мира, потому что представительство находится в огромном количестве стран по всему миру, включая такие страны даже как Китай, Таиланд и так далее. И когда я изучал ее биографию, вот мне одно бросилось в глаза, что по всему миру вот это вот ее видение «Бог, семья, карьера», она была неизменна, только в России поменяли. В России убрали слово «Бог» и поставили слово «Вера». И эта вера была в успех, эта вера была в достижение финансов. И когда спрашивали менеджеров в России, почему вы поменяли, во всех странах, даже в Китае, «Бог, семья, карьера», а вот в России Бога убрали и поставили «Веру». Вера в что-то другое. И как бы менеджеры говорят, знаете, в России не поймут люди, ну просто это сильно по-сектантски выглядит. Я не знаю, как это звучит, но это звучит по-библейски, я скажу. Вера в Бога – это по-библейски, это не по-сектантски. Конечно, жалко, что для многих людей Бог – это олицетворение какой-то секты или сектанства. Но для большинства людей, слава Богу, во всем мире Бог является источником благословения, спасения, исцеления и развития. И понятно, что если бы Бог не был на первом месте в ее бизнесе, в ее карьере, наверное, ничего бы не получилось. Потому что многие люди хотят разбогатеть, когда они идут в бизнес. Но тоже интересно, когда я изучаю биографии известных таких предпринимателей-бизнесменов, ни один из них не ставил целью зарабатывать деньги. Тишина такая. Ни один. Потому что многие люди идут в бизнес, чтобы заработать деньги. Все великие вот эти предприниматели-бизнесмены имели одну цель – как помочь людям, как улучшить их жизнь, как повлиять на их жизнь. И вы знаете, вот этот мотив, я думаю, Бог всегда благословляет. Потому что корень всех зол написано – сребролюбие. И люди, которые хотят просто заработать денег, сделать денег побольше, обычно они почему-то не достигают никакого успеха. А вот люди, которые имеют такие правильные и чистые мотивы, они достигают успехов. Поэтому мы, как верующие, тем более должны понимать, какие же у нас мотивы, что мы хотим и о чем мы мечтаем. Так же она использовала так называемое «золотое правило». Всегда это золотое правило. Мы знаем, оно неизменно, что относись к другому, как к самому себе. Это библейское правило. Оно называется золотым, потому что оно работает везде. Оно работает в разных странах, в разных культурах. Везде работает. Оно называется золотым. Поэтому как нам, не христианам, использовать это золотое правило, чтобы мы к другим людям относились так же хорошо, как мы хотим, чтобы хорошо относились к нам. Поэтому, конечно, это может быть не совсем, так сказать, потому что люди всегда думают, но то, как думает Бог, вот то, как думает Бог и то, как мечтает Бог, это и осуществляется. Поэтому мы не просто говорим, да, ставь Бога на первое место, да, ставь Бога на первое место, но ставя Бога на первое место, ты вместе с Ним будешь на первом месте. Потому что если ты идешь вместе с Богом, ты следуешь за Ним. А куда Бог идет? А Он идет на первое место, и ты с Ним будешь на первом месте. Аминь. Потому что, когда Он говорит, посадил нас во Христе Иисусе превыше всего, Он посадил нас вместе, и Он хочет, чтобы мы двигались, написано, и жили, и существовали Им. Аминь. И поэтому, ставя Бога на первое место, приходит Божий порядок в жизнь человека. Хочу немножко зачитать ее высказывание, то есть, что также двигало ее в этом бизнесе. И она говорила такие вещи, что хороший внешний вид приводит к хорошему. Замечательно, да? Хороший внешний вид приводит к хорошему. И сейчас расшифрую. Если женщина чувствует себя красивой снаружи, она становится красивее и внутри. Женщина, вы можете аминь сказать? Аминь. Слава Богу, что вы аминь сказали. А то думал, у нас какие-то тоже другие женщины. Она говорила, что Бог благословил нас, потому что наша мотивация верна. Он знает, что я хочу, чтобы женщины были прекрасными созданиями, которых Он создал. Слава Богу, да? Женщины, да, они должны быть прекрасными, должны быть красивыми. И, конечно, то, что она делала, да, в ее компании, это то, чтобы сделать женщину еще красивее, еще прекраснее. И действительно, чтобы она отображала замысел Божий. Ну, вот вернемся к ее детству, потому что я скажу, что вот эти все выдающиеся люди, можно сказать, действительно выдающиеся, у большинства из них было очень трудное детство. Очень трудное детство. Мэри Кей, она не исключение, она родилась с четвертым ребенком. Ее отец был болен туберкулезом, он постоянно был в больницах, он был инвалидом, то есть он не мог работать. И ответственность по обеспечению семьи, она легла на ее маму. И мама работала семь дней в неделю с пяти утра до девяти вечера, можете себе представить. Да, чтобы вот обеспечить детей, прокормить их, ей нужно было все это время вот зарабатывать. И понятно, что по хозяйству нужно было делать самим детям. Вот такая большая нагрузка, она легла на плечи Мэри, и ей нужно было не только убираться, ей нужно было не только готовить, ей нужно было помогать своему больному отцу. То есть очень-очень много на ней лежало обязанностей и ответственности. И часто она даже не знала, как ей это нужно что-то сделать. И когда она не знала, что сделать, она звонила своей матери на работу и спрашивала совета. Конечно, мама ей всегда подсказывала, она всегда говорила, но она всегда добавляла, Мэри, ты сможешь это сделать. Слава Богу, да? Очень важно, когда мы ободряем своих детей, да? Мы не просто как бы жалуемся, что да, вот там то-то и то-то, и вот они сами тоже, дети бы такие были, постоянно недовольные, что вот матери нет, у отец больной, да? Можно же было впасть, вот так сказать, в это самосожаление, можно было впасть в хандру, в депрессию, да? Но вот интересно, что все эти люди, они, проходя трудности, не становились слабее. Наоборот, как будто бы эти трудности их закаляли, как будто бы эти трудности, они готовили их к чему-то большему, чему-то великому. И потом, конечно же, она писала свою книгу и рассказывала о себе. В школе она училась хорошо, так говорят ее биографы, она мечтала получить высшее образование, но не хватало финансов. И вышла замуж она очень рано, в 17 лет. Я не знаю, не написано, была ли это ее любовь, или это была необходимость, просто чтобы было семье легче. Но вот выйдя замуж в 17 лет, ее брак оказался несчастливым. По какой причине? Ее муж не хотел брать никакой ответственности. Девушки, будьте очень внимательны, когда вы смотрите на своих будущих избранников, да? То есть готовы ли они взять на себя ответственность, да? За семью, за жену, за детей. Вот, к сожалению, ее муж был не готов взять ответственность, и ей приходилось, в общем, все-все-все делать и нести на себя, как говорится, и мужа, и детей, и все остальное. И прожив 11 лет, муж, в общем, подал на развод, и они развелись. И ей в это время было всего 28 лет, да? Можете себе представить? Особенно в наше время, 28 лет, мы скажем, ну это еще почти ребенок, 28 лет, что за возраст, да? Но вот она остается одна, с тремя детьми, как жить, что делать. Но, вы знаете, вот на то, наверное, она и была такая, Мэри, которая не сдалась. Хотя, можно сказать, с ухода мужа у нее еще появилась и болезнь, это ревматоидная артрия, да? Очень-очень тяжелая и очень такая болезнь, которая имеет ужасные боли. Но вот, несмотря ни на что, да, она, как говорится, не привыкла отступать и сдаваться. Она не жаловалась, она не хандрила, да, она не впадала в депрессии, что, может быть, другие люди бы сделали в этот момент. Ей нужно было, да, поднимать своих детей, нужно было их кормить, поить, как говорится, обеспечивать. И вот она идет на работу, она ходит, продает там различные товары от дома к дому. И она начинает продвигаться по службе. И когда она пришла в одну из компаний, то прибыль, оборот компании вырос на 50% вот благодаря ее действию, ее работе. Но, вы знаете, Америка того времени, она не была Америкой, как говорится, нашего времени, потому что в то время женщинам платили в два раза меньше. В два раза меньше. Почему, можно сказать, такая дискриминация? Ну, потому что по американским понятиям семья – это когда муж работает, а жена дома с детьми. И в основном, конечно, и до сих пор очень много таких семей, где мужья являются основными, так сказать, добытчиками, а жены, они поддерживают домашний уют и воспитывают детей. И как бы в соответствии с этой философией мужчине платили больше. И это было необычно, когда женщина шла на работу. Но она чувствовала такую определенную дискриминацию, можно сказать, потому что она работала не хуже, а даже лучше многих мужчин. И, по идее, ей бы должны были платить соответствующим образом. Но, к сожалению, на тот момент женщины и мужчины не имели равной зарплаты и также были сложностями с продвижениями по карьере. Я говорю быстро, потому что у нас не так много времени. И подошло время, и она в 45 лет выходит на пенсию. Время тогда, я быстро ее прошел. Она дошла до этого момента, когда ей не нужно идти на работу. И она садится, чтобы написать книгу. Книгу, в которой бы она могла вдохновить женщин, не сдаваться, верить, мечтать. И когда она села писать эту книгу, она вдруг задумалась. И она, потому что она хотела написать плюсы и минусы. Но в этот момент, когда она пишет книгу, к ней приходит такая замечательная идея начать собственный бизнес. Начать собственный бизнес. И она покупает формулу крема, с которой, в принципе, все начинается. Покупает эту формулу крема. И с этого момента, как бы, она планирует начать свой бизнес, открыть магазин. В это же время она встречает своего будущего мужа. Она выходит за него замуж. И планирует, что муж будет заниматься финансовыми делами этого бизнеса. Но, как говорится, недолго музыка играла. Муж умирает спустя месяц после свадьбы. У него инфаркт, и он умирает. И вот, кажется, ну вот сколько еще можно ударов, да, вот выдержать вот такой женщине. Почему вот иногда, почему вот это вот для нее все так свалилось, что вот только-только началось, да, только-только появилось, вот такой просвет появился, чтобы начать свой бизнес, начать свое дело. И тут умирает муж, да, а финансовая часть, вы знаете, в бизнесе она очень важна. Но она решает продолжать двигаться дальше. И, слава Богу, вот вы видите на фотографии, это Мэри Кей и два ее сына. И старший сын, он приходит ей помогать и начинает заниматься финансами. Постепенно, по мере роста компании, потом и другой сын пришел, и дочь пришла. В общем, это стало таким семейным бизнесом. Они все стали работать в одной компании. Но вот ее мечта была создать такую компанию, да, где бы не было тех недостатков, которые она видела в бизнесе. То есть неуважение к женщинам, там, маленькая зарплата, еще, еще, еще. Эта мечта была создать идеальную компанию. И вот она стала создавать эту идеальную компанию. У нее был небольшой магазин, было всего 9 продавцов, была небольшая еще, так сказать, коллекция продуктов, которые они продавали. Но, знаете, постепенно, постепенно, постепенно бизнес стал развиваться, бизнес стал двигаться дальше. И ей повезло, что она встретила в 48 лет. Вообще она начала бизнес только в 45 лет. Поэтому, дорогие, не думайте, что вот у кого-то время прошло, и уже у вас ничего не получится. То есть в 45 лет, по сути дела, она начала жизнь, да, заново. И несмотря на то, что вот у ней были такие личные трагедии, что вот один ушел, другой умер. Все-таки в 48 лет у ней уже складывается счастливый брак. То есть она встречает мужчину, и он тоже становится, так сказать, компаньоном, работником в этой компании. И, наконец-то, наконец-то, так сказать, все стало у ней хорошо. И стал развиваться бизнес, и в семье все стало хорошо. И она стала применять такие новые методики подготовки своих консультантов, продавцов. Она стала проводить специальные семинары, такие специальные тренинги, где людей, им хотелось вдохновлять этих людей. Делались настоящие праздники. Вот уже, так сказать, уже масштабы увеличились. Работника становилось все больше и больше. И вот она чествует этих людей. Она придумала различные награждения, как поощрять людей своей компании. То есть каждый, который достигал определенных результатов, получал какую-то там специальную награду, как поощрение. Ну, я скажу, там были хорошие поощрения. Там были и шубы, там были и розовые кадиллаки. И самый главный приз – это был бриллиантовый шмель. И вот шмель мне понравился. Вот потому что на самом деле, вот казалось бы, да, почему шмель? Она говорит, вот шмель, мы все знаем, что шмель по законам аэродинамики не может летать, потому что он слишком тяжелый. А его крылья недостаточно сильные, чтобы он летал. И вот она говорит, мы учим людей, чтобы люди, несмотря на себя, на свои проблемы, обстоятельства, они научились лететь к своей мечте. И поэтому вот такой бриллиантовый шмель – это была награда для самых успешных работников. Слава Богу! И, конечно, она много говорила о трудолюбии. Она сама была очень трудолюбивой, да, несмотря на свою болезнь, на какие-то вот эти трудности. Она учила людей, чтобы они были благодарными. То есть все вот эти христианские ценности, принципы, да, они просто применяли и внедряли в своей компании. И поэтому она не уставала говорить, что Бог на первом месте, семья на втором, карьера на третьем. То есть вот эти вот приоритеты, они позволяли Богу, конечно же, благословлять эту компанию. И она еще так говорила, что возможности всегда были и будут. Просто нужно их увидеть. Действительно, друзья, мы очень часто говорим, что ну сейчас такое время, вот сейчас не получается то, не получается это, да. Вот как бы сейчас труднее стало людей к Богу приводить, потому что разные причины. Ну, вы знаете, это всегда было, всегда было трудно. Всегда были такие моменты. Иисус, когда был на земле, Он говорил своим ученикам, вот вы говорите, еще жатва не настала. А вы посмотрите, что нивы побелели, да, что жатва готова, она поспела. Просто делателей еще не хватает, да. А жатвы-то много, Иисус говорил. И поэтому и сегодня, и сегодня мы должны учиться видеть возможности. Потому что возможности есть всегда, и они есть везде. Я верю, что пока есть люди, у них всегда есть проблемы. Пока есть люди, им всегда нужен Господь, им нужен Спаситель, да. Им нужен добрый пастырь, им нужен мир, им нужен шалом, да. Им нужно счастье. Поэтому, так сказать, никогда, пока Иисус не придет, не прекратится эта возможность благовествовать. Слава Богу, да. Если бы они выбрали время, уделили это время мечте, и, может быть, гораздо раньше они бы исполнили свое призвание. И вот когда они стали строить дом Божий, да, они вошли снова в Божию мечту, благословение пришло. Потому что, говорит, они стали строить, и Бог сказал, я буду с вами. Вот знаете, действительно, когда мечта приходит от Бога, она гораздо больше, чем ты. Субтитры сделал DimaTorzok